Здравствуйте, на красе! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Ранее я уже показывала, как работать розовым суперсоником, но он не всем подходит. Если у вас светлый волос, пористый волос, очень плотная светлая кожа, то может оставаться розовый отпечаток. Либо, например, если бровь была ранее не окрашена, а при нанесении первого состава у нас разрушается натуральный меланин, то пигмент розовый входит в волос и волоски могут быть немножко розовыми. И если вы не планируете в дальнейшем делать окрашивание, то такой вариант вам вряд ли подойдет. Поэтому я сегодня покажу, как сделать флексинг бровей с помощью нового прозрачного суперсоника. Ну что, поехали! Первый этап неизменный. Очищаем кожу с помощью детокс-муса. И помним, что когда мы делаем процедуры флексинга и ламинирования, максимально аккуратно относимся к коже. То есть не чешем, не шкребем, не делаем никакие скатки, пилинги и так далее. Так как первый состав у нас разрушает белок не только волоса, но и белок кожи, и могут быть ожоги. И смываем водой. Перед нанесением первого серума наношу скин протектор, который защищает кожу от химического воздействия. Наношу также мягкой кисточкой номер 12. И несмотря на то, что скин протектор достаточно липкий, но все равно я не могу приподнять волоски вверх. То есть волос очень такой жесткий и лежит в одном направлении. И как раз флексинг нам в этом поможет. Наношу серум номер один полностью на всю бровь. Мне не нужно здесь выкладывать никаким образом брови. Первый серум только разрушает дисульфидные связи. Поэтому ваша задача просто нанести крем. Мы выдержали состав 3 минуты. И вы видите, я провожу кисточкой, и у меня уже волоски все выкладываются вверх. Очень легко. Это значит, что можно уже смывать. Смываем влажным ватным диском. Сразу видно, после нанесения первого серума, волос брови стал более светлым. Это означает, что пошло разрушение и химического пигмента, и также натурального меланина. Перед нанесением второго серума наношу также скин протектор. И он мне уже позволяет выложить волоски в нужном направлении. Также есть волоски на стадии анагена, которые как бы маленькие и они торчат. Мы их максимально укладываем. Те, которые не укладываются, будем закрывать пленкой. После того, как я нанесла скин протектор, я могу один раз аккуратно прочесать нежно-нежно, как кися лапкой. Смотрю, чтобы нигде не было заломов. Наношу второй серум. Он идет одинаковый и к розовому суперсонику, и к прозрачному суперсонику. Розовый суперсоник, конечно, очень классно для ресниц. Потому что вы видите, куда вы прокладываете состав. Это у меня спецэффекты только что. Выдержали второй серум 7 минут. И смываем. Также влажным ватным диском. Видно, что уже бровь послушная. Лежит в нужном нам направлении. И наношу мультивитор для того, чтобы восстановить целый мембранный комплекс, клеточный мембранный комплекс. Также белковую структуру волоса и F-слой. Это такая быстрая реабилитация после ламинирования и после флексинга. Убираю влажным ватным диском. И далее мы смотрим, будем окрашивать, либо не будем окрашивать брови. Наношу Detox Smooth. Мне нужно очистить кожу для того, чтобы хорошо легла краска. При окрашивании основной акцент будет на нижнюю линию и вверх очень мягкая растушевка через скин протектор. Смываю водой. Мы решили, что все-таки мы прокрасим брови хотя бы чуть-чуть. Хотя на самом деле я бы не прокрашивала брови. Но заполним краской внешний угол, так как здесь есть места, где нет волосков. И прорисуем нижнюю линию. Для этого я сделаю себе разметку. Беру карандаш Micromatic. И отмечаю зону, где у меня будет самая темная зона в бровях. Это нижняя линия. Наивысшая точка. И вторая часть брови хвост. Если вы не знаете, как сделать разметку на бровях карандашом, обязательно посмотрите видео, оно у меня есть на канале. Замешала краску. 0,3 плюс окислитель. Один к одному. И жду, пока произойдет окисление. Тем временем, пока проходит окисление, я нанесу скин протектор на те зоны, где я не хочу, чтобы у меня было яркое окрашивание. То есть беру скин протектор и наношу на начало брови, не затрагивая зону, где у меня прорисована линия. А на вторую часть брови я нанесу лашплекс. Это позволит хорошо окраситься кожа. Наношу краску, изначально начиная со второй зоны и аккуратно раскладываю. Если где-то вылезло, сразу убираю кистью номер 3 Blackwood. Не дышу и наношу на нижнюю линию. После того, как нанесла на нижнюю линию, чуть-чуть подтушевываю наверх, чтобы у меня не было графики, а была мягкая растушевка. Вы помните, что у меня там находится скин протектор, поэтому не будет явного затемнения. Смотрите, очень важный сейчас момент. Я беру подтушевываю краску прямо вверх, растушевываю, выходя аж за контур брови и убираю сухой ватной палочкой. Часть краски уже проникла в кожу, и она начнет окисляться. И у меня эта зона начнет темнеть, но будет очень мягкий переход. Держали около 6 минут и смываем влажным ватным диском. Хотя Оля сказала, что она бы и так пошла, и так уже все нравится. Поэтому обязательно уточняйте пожелания у своего клиента. Может, он хочет посветлее, а может, хочет и поярче. Если я плохо смою краску, то цвет может поменяться. Поэтому я хорошо вымываю с помощью детокс-муса. Смываю водой, нанесу лашплекс и дальше делаю коррекцию. Хочу вам показать, насколько послушный волос стал после флексинга. Смотрите, я могу прочесать волоски вниз. У меня нет нигде никаких перекрутов. И точно так же могу легко вычесать волоски вверх. Укладываю по форме и закрепляю гелем. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мне всегда это очень приятно. Также у нас есть телеграм-каналы Brow Artist Elan Lami Maker Elan, где вы всегда можете задать свои профессиональные вопросы и наши технологи на них обязательно ответят. Но я надеюсь, информация для вас была полезной. До скорой встречи! Продолжение следует...